всем привет вы снова находитесь на канале old dutchman и сегодня мы с вами будем рассматривать электронные книжки то есть наши вот эти вот ридеры как их сейчас называют у меня тут несколько штучек несколько моделей я подготовил и хочу рассказать о преимуществах и недостатках одной модели перед другой значит начнем с того что вот это вот книжечка вот видите такое отражение идет сразу сейчас расскажу вам почему эту книжечку я купил по моему лет 13 назад в магазине и она стоила кажется 70 или 80 евро в принципе это стоило недорого но преимущество этой книжки перед новыми рассказываю значит в этой книжечке есть слот вот здесь вот открывается от есть слот для вот такой вот карты флешки карта максимальная до 4 гигабайт можно на этой книжке помимо обычных форматов фикшенбук 1 фикшенбук 2 обычный текстовый формат потом электронный как он называется или паблишер и еще pdf формат помимо этого можно рассматривать обычные картинки фотографии можно загружать при помощи карты и она показывает эти фотографии цветные вернее в цвете далее вот здесь вот у него этого ридера вот такая вот полоска это полосочка это у нас динамик для того чтобы слушать музыку то есть книжечка вот такая вот книжечка вот такая книжечка сейчас вы видите отражение света от нее она в принципе является хорошим дополнением для того чтобы можно сказать сэкономить на электричестве вечером когда вы хотите почитать и не включать ночник не включать лампу очень кстати удобно то есть как раньше говорили читать при свечах но сейчас уже читаем при помощи вот этих вот неоновых маленьких лампочек так вот в меню этой книжки можно изменить формат текста задний фон листа с белого там по-моему 7 или 8 цветов гамма можно перелистывать эту книжечку только при помощи кнопочек вот такие вот здесь есть кнопочки у нас вперед назад в меню можно выставить различные языки какие угодно будь то русский будь то английский немецкий голландский украинский белорусский китайский какой угодно книжечка это когда я ее купил первые несколько лет она действительно держала очень хорошо держала долго батарея работала просто идеально но с годами как известно все портится все приходит негодность и буквально лет через пять-шесть мне одной зарядки этой книги стало хватать всего-навсего дня на три на четыре так как я привык читать перед сном книги как минимум один час это так правило и интересно когда ним книжку какую-нибудь хорошую почитать фантастику например или приключения детектив или же просто послушать музыку эта книга заряжается от обычного устройства блока питания от сети также эту книгу можно подключить компьютеру ну естественно компьютеру подключить для того чтобы перегнать в нее электронные книжки в том формате в котором вы допустим скачали из интернета или же загрузить на карту книжки и точно также открыв слот можно вогнать эту карту сюда в этот слот и скачать вернее читать книги уже с этой карты вот такая вот у нас книженция тут у нее есть подключение до подключения к наушникам вот такой вот маленький вход для наушников допустим но она в принципе она играет если слушать музыку на этой книжке она не слишком громкая не шумная вполне нормальный тихий звук как раз если медитационная релаксация и так далее музыку загрузить будет просто идеально значит теперь идем это были преимущества этой книжки теперь идем к недостаткам этой книженции обратите внимание вот видите то есть она блестит а раз эта книга блестит то на улице даже в такую пасмурную погоду как сейчас эту книгу увы не почитаешь ее можно читать только дома в нормальных комнатных условиях даже при обычном комнатном освещении но к сожалению эту книгу когда я первый раз взял ее с собой в отпуск я вышел на пляж уселся под зонтиком на шезлонг и включил эту книгу чтобы почитать я понял что без солнечных очков эту книжку читать просто так невозможно потому что отблескивает абсолютно все и чтобы хоть как-то читать нужно было делать яркость экрана на полную мощность ну естественно если лампочки работают на полную мощность то и заряд аккумулятора быстрее расходуется это у нас была вот такая книжка фирмы одис хорошая кстати фирма она выпускала раньше выпускала книжки потом выпускала вот эти вот маленькие планшеты насчет сотовых телефонов я не знаю но планшеты у этой фирмы тоже были неплохие правда вот камеры в этих планшетах были не алё скажем прямо вот чтобы вы поняли что такое камера в планшете от фирмы одис и камера в сотовом телефоне я вам скажу вот планшет одиса это фотоаппарат смена 8 м а сотовый телефон это фотоаппарат зенит ттл те кто занимаются фотографии в курсе они поймут о чем я говорю так откладываем вот эту вот книженцию старенькую в сторону и теперь переходим к другим книжкам вот такие вот уже в обложечках обложечки покупали мы сами на алиэкспресс обложечки недорогие но они очень удобные во первых когда мы открываем ложечку у нас включается книжечка то есть когда вы почитали вы закрываете обложку книжка выключается автоматически тут магнитный элемент которым который управляет включением и выключением вот этой книжечки есть такие маленькие книжечки есть немножечко побольше то есть это уже про скажем так следующее поколение это одно из первых по моему второе кажется потому что появились первые эта фирма называется kindle вот и эта фирма можно сказать дочернее предприятие амазона почему объясняю в этих книжках что в этой что в этой вот так вот посмотрим читается только амазоновый формат а cv3 по моему а cv2 и все никакие другие форматы не и паблишер не fiction book 1 fiction book 2 или pdf или текстовый или еще какой формат они в этих книжках не видны допустим если в эту книжечку подключаете компьютеру и загружаете в эту книжечку какие-то тексты для того чтобы потом их почитать имейте ввиду вам нужен редактор который форматирует исходный текст в амазоновый формат в этом недостаток вот таких вот книжек недостаток плюс еще один недостаток здесь вот посмотрите только вход для зарядного устройства и кнопочка включения этой книжечки то есть сюда я не могу вставить в эту книжку флешку с дополнительным текстом с дополнительной информации все что я могу в эту книжку загрузить это или через интернет или через компьютер преимущество вот этой вот книжицы перед старой скажем так одисовой вот это вот одиссеи скажем ну будем называть и одиссеи преимущество вот этой книжицы перед старой в том что ее можно подключить к интернету если у вас есть на амазоне свой аккаунт вы просто-напросто входите в свой аккаунт и покупаете книги которые вам предлагает амазон для ознакомления даются фрагменты вы почитали фрагмент потом вам предлагают купить эту книгу и люди которые не знают так сейчас я включу эту книжечку вот пожалуйста текст тоже можно менять освещение буквы ну да кстати здесь русский текст в любом магазине в котором я спрашивал насчет этих книжечек мне говорили продавцы что они не знают будет ли здесь кириллица или нет все эти книги делаются типа по европейскому образцу и принимают только латиницу но как оказалось это не так так вот возвращаясь к интернету при помощи этих книг вот этих вот электронных ридеров вы можете свободно войти в интернет вы можете допустим создав на амазоне свой аккаунт заказывать покупать книги там и вам автоматически в эту книжечку загружается вся книга фрагмент которые вы получили для ознакомления также в эту в этот ридер можно загружать уже готовые книги которые вы допустим скачали из интернета свой компьютер и на компьютере при помощи программы отформатировали есть очень много разных программ для форматирования текстов вот в этот амазоновый формат можно делать это онлайн есть различные предложения от разных серверов вплоть до того что в день можно перевести из обычных из любого формата какой вы нашли в интернете в амазоновый только одну книгу есть предложение тоже вот разные сервера можно отформатировать до трех или пяти книг это конечно немножечко суматошно потому что нужно сохранять закладках в компьютере вот эту вот страницу той программы в которой вы форматировали ваш текст то есть вы должны сначала ваш текст перенести в интернет эту программу потом его там отформатировать потом опять его скачать к себе в компьютер но не факт что вы момент вот эти вот проведения всех этих операций вы не поймаете вирус свой компьютер есть решение этой проблемы да действительно я несколько лет назад скачал программу из интернета называется калибр и ее кстати разработал один индийский программист выложил ее бесплатно в интернет и эта программа работает просто напросто идеально обновляется она бесплатно как минимум один два раза в месяц постоянно идет новая какая-то версия человек работает над этим и в чем преимущество этой программы перед интернетов скими вот этими серверами предложениями и так далее в эту программу вы можете загнать любое количество книг любого формата и перегнать в любой удобный вам формат в частности для вот этих вот ридеров acv и тогда можно спокойно с компьютера перегонять вот эти уже готовые отформатированные книги вот в эти ридеры и читать теперь значит да ну недостаток недостаток я вам сказал здесь нет слота для флешки чтобы загнать флешку здесь нет возможности слушать музыку здесь нет цветного экрана он черно-белый здесь нет цветного экрана для того чтобы к меру рассматривать фотографии которые вы при помощи флешки вот как на старую книгу загружали и смотрели здесь есть как я уже сказал выход в интернет вы можете тоже точно также войти на фейсбук на одноклассники все это у вас будет черно-белом изображении войти на свой аккаунт и читать ленту новостей печатать я не знаю может быть потому что я в принципе входил только пару раз на фейсбук читал новости в ленте новостей но комментарии я там не писал потому что давить по экрану пальцем что-то неинтересно мне проще все это сделать на компьютере и и плюс этой книжки неважно вот это вот маленькая или более продвинутая такая вот плюс этой книжечки в том сейчас секундочку включилась плюс в том что вот смотрите видите матовый экран смотрите то есть эту книгу свободно можно взять с собой на пляж и читать ее даже при ярком солнце солнечную погоду она не будет у вас давать отблеск потому что экран у этой книги матовый это большой плюс для проведения досуга на природе к примеру с этой книжкой и вот еще по поводу памяти вот в этих книжках я уже точно не помню какая память здесь а да стоп тут же написано в этой книжке в этой старой 4 гигабайта памяти вот в этой вот книжице в маленькой по-моему 128 гигабайт здесь 256 для тех кто допустим все еще в раздумьях купить такую книжку или не купить стоит ли тратить деньги или нет я вам скажу так вот у меня здесь тоже карта на 4 гигабайта так же как вот это вот старая книга значит на эту карту влезает грубо говоря ну скажем так половина библиотеки ломоносова в неархивированном виде то есть на эту карту на 4 гигабайта вы можете загрузить около полутора тысяч книг как правило книга допустим сейчас я вам кое-что покажу сейчас как правило книга нормальная стандартная книга имеет у нас сейчас я скажу вот допустим тут нас 412 страниц во-первых для того чтобы хранить эту книгу нужно держать место свободное на полке нужен книжный шкаф вот таких вот книг вот таких книг таким размером и объемом в 400 страниц на такую карту влезает около тысячи или тысячи двухсот это 4 гигабайта карта а теперь умножьте вот это количество всех тех книг которые вам сказал на сколько на шестьдесят два или на сто двадцать восемь и тогда вы поймете сколько книг можно загрузить вот в эти вот ридеры обычная книга и ридер поэтому если у кого-то есть еще желание если есть какие-то сомнения приобретать такой ридер или не приобретать мой вам совет купите и не пожалеете потому что туда в этот ридер можно загрузить очень много книг любых книг любых жанров и читать сколько угодно потому что она эта книжечка занимает вот столичка места вот такая вот маленькая книжечка и в ней находятся несколько тысяч книг а вот это вот одна книга печатная с листиками которая занимает намного больше места у нас на книжной полке или в книжном шкафу конечно я не спорю есть люди которые до сих пор любят читать книги нормальные книги бумажные в хорошем в твердом переплете или в тонком переплете я тоже люблю читать книги вот такие вот нормальные но к сожалению к сожалению в моем случае здесь в германии нормальных книг бумажных таких вот найти довольно таки хорошего качества невозможно можно если приобрести только классическую литературу допустим вот как Дюма Тримушкетера или граф Монте Кристо или полное соврание сочинений Жюль Верна это можно купить да но это стоит баснословных денег как альтернатива можно все то же самое найти в интернете или бесплатно или за какую то символическую сумму скачать себе и у вас все это займет ну маленькую крупиночку вот в этой книге и вы будете читать это и наслаждаться чтением еще хотел бы я сказать по вот этим книгам я не спорю да конечно могут многие люди сказать что все таки бумажная книга это книга это как раньше говорили книга это умный друг человека с книгой можно общаться точно так же ридер скажем так электронный друг человека который тоже помогает нам общаться с книгами и при чтении книги сейчас я вам скажу про аудиокниги при чтении книги когда ты сам читаешь у тебя возникают свои картинки в голове у тебя возникает уже определенные интонации голоса одного героя другого героя там еще кого-нибудь а когда вы допустим покупаете аудиокнигу и вы ее читаете может случиться так что интонация диктора вам не подойдет не понравится и вы скажете хотя книга будет классная обалденная просто супер сногсшибательная ну вот не понравился вам голос диктора все и вы говорите что автор не то книга вообще отстой поэтому как бы сказать что вот эти вот аудиокниги я пока еще их немножко сторонюсь потому что для этого нужно время для этого нужно отвлекаться именно на то что ты слышишь а когда ты сидишь в кресле или лежишь в кровати перед сном почитать книгу самое то тем более что если вдруг ты слушаешь аудиокнигу ты можешь заснуть под нее как раньше говорили защемать и пропустить самое интересное в общем покупать ли вот такие вот книги или оставаться приверженцем все еще вот такого вот формата бумажного решать только вам я же со своей стороны рассказал вам о преимуществах и недостатках как с одной стороны так и с другой стороны и естественно в ценовом эквиваленте если вот эта вот книга стоила когда-то 70 евро сегодня она уже скажем так через 12 лет она можно сказать уже обесценилась то такая вот книжечка такая вот маленькая или вот такая вот сегодня стоит приблизительно 120 150 евро вы скажете это очень много за эти деньги можно купить очень много бумажных книг я не спорю я не спорю но давайте вернемся немножечко назад за эти деньги вы купите вот такой вот электронный ридер и потом к нему бесплатно скачаете еще несколько тысяч дай бог времени вам их все прочесть бумажных книг в цифровом формате и закачаете для того чтобы читать в общем решайте сами думайте сами а я вам рассказал плюсы и минусы перед вот такой вот книгой вот этих вот ридеров не забудьте подписаться на канал поделиться видео с друзьями оставить лайк адекватные комментарии ну и конечно же всем удачи пока